привет всем вернулся вчера уже почти в полночь ярославское шоссе там просто полный абзац ростов не знаю хочется но под вопросом расписание сложное не так уж много был в интернете поэтому только начинаю просеивать весь тот огромный объем который свалился на ролик как понять мужчину который я переначал как самая печальная женская тайна вчера там было по моему двадцать шесть тысяч просмотров уже вот на оригинальном ролике евгении стрелецкой чувствует имя мне нужно будет запомнить там сейчас 260 тысяч ровно в десять раз больше я окончательно пришел к выводу что этот ролик достоин того и и ролик имею достоин того чтобы разобрать его дословно и по фразам что я обязательно сделаю это вопрос с нескольких ближайших дней если мне не дадут его нормально выкладывать на youtube у меня есть уже площадка на битшут я выложу его туда так или иначе этот ролик будет в эфире абсолютно нужно убрать всякие вот эти комментарии там не так поняли она не то сказала вы не то услышали это нужно так сказать разбомбить полностью до основания в этом ролике у меня нет задачи разбирать его целиком здесь я только скажу так сказать предисловие я хочу заострить свое внимание на том что мой ролик не был враждебен по отношению к тому что сказала евгения и в своем оригинальном комментарии и в ролике я подчеркнул что это печально я нахожу очень печально то что она сообщает с чем это можно примерно сравнить представьте что есть некий ребенок и он как-то очень странно себя ведет и видно что ему не очень хорошо и вы не понимаете что с ним происходит он какой-то ну какой-то он странный то квелы это там глаза слезятся то еще что то и вы просто в раздумьях что с ним делать ну что первое можно сделать надо померить температуру вставляете ему градусник и градусник показывает 40 с половиной там или 41 идут вы себя хлопаете полбу блин жар который может признаком там масса заболевания вообще нужно как минимум жар сбивать в общем вот мое мнение то что евгения записала в своем ролике это тот самый градусник на котором показано там 41 или 42 он говорит о нашем обществе о его состоянии и он показывает где возможно корень всего того негатива в котором мы во многом живем к сожалению хорошо это или плохо то что она сказала ну смотря с чем сравнивать вам бы понравилось если бы например какой-нибудь комендант освенцима выступил с речью и сказал что евреев иногда можно не только бить но можно и награждать от этого они будут работать еще лучше ну да наверное это некоторый прогресс а мне понравилось какой-нибудь директор конюшни который бы вышел и сказал эту книжку умную прочитал там говорят что лошадей нужно не только бить но еще иногда и морковку давать и за ушком чесать тогда они будут тоже быстро бегать но это прогресс конечно да просто если мерить на шкале то сказать от нынешней точки до некой желаемой да то это ну не знаю пять процентов на лучшем случае в этом ролике я хочу уцепиться за конкретную дословную фразу ею зазубрил то вы будете пытаться выражать свою любовь и заинтересованность к мужчине а эмпатия это выражение любви конечно в силу неточности русского языка и вообще любого языка эту фразу конечно же можно понять по-разному например можно и понять так что эмпатии равно любовь можно с некоторой точки зрения можно так понять что эмпатии это единственное проявление любви или главное проявление любви которые основную часть любви так сказать покрывает собой можно понять так можно понять что эмпатия это одно из множества проявлений любви возможно она это имела ввиду это так сказать самая слабая трактовка какую можно дать она обладает самым широким смыслом попробовал поискать в ютюбе ролики с названиями вроде в чем разница между любовью и эмпатией или что общего в чем разница ни одного ролика и поскольку психологи об этом видим не говорят ну шо ж скажу я пару слов мне очень понравилась цитата и пример одного лектора который про эмпатию рассказывал мужчина что неудивительно вставляю ссылку google то есть эмпатия с помощью души она очень похожа на восприятие обонянием то есть если вы заходите куда-то куда помещение вы сразу начинаете чувствовать запах без вариантов вы входите в помещение и там царит некая атмосфера и запахов вы можете выбрать осознанно ощущать сейчас запахи или не ощущать это даже не важно запахи приятные или неприятные вы можете выключить обоняние очевидный ответ что нет максимум вы можете привыкнуть например да там жить в определенных запахах и перестать их замечать помните такой старый детский фильм лабиринт там такой была кукла воин похоже на дон кихота он жил там в страшном вонючем болоте и ничего не чувствовал но все остальные герои страшно мучились потому что запах этот был невозможно переносить но поинт в том что выбор чувствовать или не чувствовать сделать нельзя это просто происходит так работает нос если он вообще работает эмпатия по крайней мере так как ее описывает евгения стрелецкая не похоже на это вообще диаметрально то есть это осознанный процесс такая последность шагов некоторых и техник это именно техника где логически на таком кортексном уровне один человек зондируя скажем так состояние другого и то что на зондировал возвращает ему неким фидбэком таким до обратной связью и смотрят по его реакции правильно ли он вернул то есть правильно ли он прозондировал замер был точный или не точный если иллюстрировать на трехуровневой модели мозга которую европа и так любит то вот это вот чувствование неосознанное рефлекторная она относится где-то вот к лимбической системе да то есть к среднему уровню второму эмоциональному эмпатия как она описана в ролике евгений это кортексная деятельность высокоуровневая интеллектуальная тонкая корочка сразу же одно из следствий этой модели что если возникнет конфликт между эмоциональным уровнем и кортекс нам то эмоциональный уровень победит чаще всего это не я сказал и торопай так говорит а их обоих победит рептильный если вдруг такая необходимость возникнет вообще эмпатия так как и описывает евгений вот эта схема на доске просто шикарно выглядит это ровно и абсолютно то в чем заключается основная часть работы психотерапевта ну я про интерактивную часть то есть та часть которая непосредственно происходит на сеансе поверьте мне я видел этого достаточно лично и непосредственно психотерапевт это специалист по вот этому вот произвольному включению этого режима так сказать эмпатия он поехали время заканчивается сеанса час прошел там такой рычаг эмпатии of все сеанс закончился для психологов это довольно таки тяжелая работа она требует эмоциональной разгрузки и им самим требуется помощь третьего человека чтобы потом разгребать все это то что они на импотировали этот процесс называется супервизии то есть любой практикующий психотерапевт сам наблюдается у другого практикующего психотерапевта чтобы разбираться со своими собственными проблемами которые у него возникают во время работы с пациентами возникает вопрос если психотерапевт хороший психотерапевт давайте возьмем хорошего психотерапевта большой профессионал во включении этого самого режима эмпатии и работы в нем он делает это офигительно как редкая жена это умеет делать даже та которая прошла курс у евгении означает ли это что психотерапевт любит своего пациента ну возможно разные люди ответят на этот вопрос по-разному я из личного опыта говорю что абсолютно и категорически нет какое-то просто человеческое там уважение до восприятие просто как человека да она присутствует но как вы понимаете это не есть любовь это сама очевидная вещь менее очевидная вещь что эмпатия даже такая профессионально проявленная тоже не является любовью одна из главных проблем особенно у начинающих и психотерапевтов и клиентов психотерапевтов такое явление когда пациент реально сильно влюбляется в терапевта естественно обычно это происходит когда они разнополые то есть пациента одного пола а терапевт другого когда я шел на терапию я был человеком подготовленным в этой части то есть я знал об этом явлении о нем читал я разбирал даже механизмы как это происходит и поэтому меня это абсолютно и полностью миновало наоборот сказать меня было некоторое такое приземление терапевта то есть все время напоминание себе что это просто человек просто человек просто человек это там не божество не священник не ясновидящий никто и точно он тебя не любит не тот кто в тебя влюблен там или любит как хотите называйте ни в каком смысле не в материнском там не даже в каком-нибудь отвлеченном типа там как могла бы фигура афины например быть не знаю я это про себя относил к персифоне но персифона тоже в общем из этого никак не следует что она вас любит просто она персифона и все насколько я знаю это явление довольно частое просто мужчины в целом реже пользуются услугами терапевта поэтому наверное среди мужчин это просто реже по статистике происходит потому что их количество на терапии сильно меньше насколько меньше не знаю если на пальцах объяснять в чем причина почему это происходит откуда это влюбленность человек просто с тобой разговаривает просто тебе поддакивает печальная реальность том что до часто в лице терапевта уже взрослый вполне себе мужчина там которому скажем может быть лет там под 40 он впервые в жизни встречая женщину которая внимательно его слушает и по ее реакции такое ощущение что она понимает о чем он говорит а говорит он часто о чувствах причем о сложных чувствах и скорее негативных иначе бы он не сидел на терапии но конечно какие-то высокие положительные чувства тоже наверное всплывают в процессе проблема в том что это первый человек которого он видит своей жизни который так к нему относится и не понимая вот этого что перед ним просто сидит оплаченный профессионал которого учили это делать мужчина этого часто может не догонять а когда он это не догоняет у него возникает ощущение что это и есть любовь вот она взаимопонимание никогда у меня в жизни не было то есть не было нигде не с мамой не с учительницей там не с какими родственниками не с какими одноклассницами ни с кем не было а вот с этой конкретной женщины есть она понимает это цепляет страшно цепляет от цепляет как наркотик в этом можно втянуться и между прочим это же и херит всю терапию тоже скорее всего на этом фоне ничего не получится просто достичь именно с точки зрения терапии самой на пальцах я бы это явление так описал что некая условно лошадка за всю свою жизнь самые лучшие к себе отношения какой она встречала это было когда ее просто не бьют палкой вот не бьют она считает это уже за так сказать проявление благосклонности чуть ли не любви вдруг мимо проходит некий человек и он не только палкой не бьет а он еще морковку дает и у этой лошадки сносит крышу все блин вот она любовь меня поняли вот она счастье в реальности у этого человека который мимо проходил у него с собой чемодан с морковками там такой ящик с инструментами там отделение для морковок он просто достал туда одну из морковка ему отдал вот и все я сам пару раз очень хорошо ощутил вот что этой коммерческой эмпатии которая собственно используется на психотерапии кстати и слово коммерческое вовсе не обязательно следует что она плохая нет это очень полезная вещь просто надо понимать что это инструмент я ощутил что это эмпатии есть предел и он довольно таки неглубокий то есть чашка эту который вам то сказать наливает насыпают или там величина этой морковки она довольно небольшая начинается сеанс терапевт включает некий такой туман да и вот вы сидите как бы вот вам вас таким туманом эмпатии окутала у вас ощущение что вот значит вас полностью понимают полностью принимают очень вы испытываете ощущение которого нигде в мире в обычном мире просто нет это вот только в этой комнате она существует больше нигде и может возникнуть такое желание типа побежать с разбегу куда-нибудь там и побегать в этом тумане вот но если как следует разбежаться то вы тут же упретесь в стену потому что вся ваша терапия происходит в комнате размером там два на два или три на три и туман туманом там как бы вы вот такие тут в облаках витаете но вообще-то стена рядом вот если вы только шаг лишний сделаете вы упретесь лбом в стену будет очень больно вся эта вот эмпатия терапевта но я сейчас говорю о терапевте женщине она имеет свой предел и предел этот как правило заключается в том что вы упираетесь какой-то по-настоящему болезненную ее собственную тему тему где ее личный эмоциональный интерес находится она вас замечательно понимает пока обсуждаете например там ваши какие-нибудь отношения то есть его переходить на детскую тему например на вопрос там о неравновесии да в правах между от отцом и матерью и тут же натыкаетесь на бетонную стену бум потому что у самого психотерапевта она просто женщина помните в ролике про 10 киноцитат там была цитата про мужчину из фильма законодатель лошадей но он всего лишь мужчина там имелось ввиду ссылку в углу даю здесь примерно то же самое происходит то есть можно быть каким угодно там терапевтом от бога но она всего лишь женщина поэтому когда вы упираетесь вопрос которому надо сказать инвестит на где у нее есть личный интерес как у женщины даже несмотря на то что вашу там про которую вы женщину разбираете с ней вопрос она ее лично никогда в жизни не встречал и не знает они ничего и не знает ничего вашей ситуации но свое внутреннее состояние она тем не менее в эту ситуацию приносит возможно это можно считать некоторым фейлом как психотерапевта я в этом вижу даже свою пользу человек который слишком высоко на пьедестале стоит его полезно спускать это будет и полезнее для терапии в целом для отношений и между вами и между вами миром в целом и вот такая ситуация когда вы вдруг упираетесь лбом в какую-то тему которую психотерапевт не может переварить и не может вам оказать никакого сочувствия почему потому что пока он работал с вами на ваши там эти темы которые его лично никак не задевали он включал вот эту осознанную часть кортекс но эта техника была техника работы с вами как только вы копнули какую-то его личную тему который его цепляет то у него реакция уже не кортекс на эмоциональная и на этом месте вся эта эмпатия разваливается вот так как будто из дула весь вот ваш туман в котором сидели в этой комнате терапия и растворился и вы на секунду резко вдруг понимаете что вас так сказать вернули в реальность понимаете что вы сидите просто с женщиной да у нее особенное образование да она обладает техникой но это всего лишь женщина и так сказать ничто свойственное женщинам это же не чуждо и как клиенту просто понимаете что ну вот это предел той дозы эмпатии то есть в этой зоне вот столько вам территории огорожено то есть значит в эту зону лучше глубоко не соваться потому что и услышать вас не услышат и помощи в этой области не окажут остается принять это как данность это не означает что это плохой терапевт это просто означает что терапевты тоже люди тоже люди ха-ха и здесь тоже люди имею ввиду что они не выше не не ниже чем обычный человек они выше чем обычный человек и даже готов пойти настолько далеко чтобы настоятельно посоветовать мужчинам хотя бы несколько сеансов взять у терапевта женщины когда-нибудь в жизни если вас эта тема интересует тот прям немедленно это сделать найти терапевта и пройти несколько сеансов увидеть непосредственно прочувствовать на себе вот этот процесс потому что все то что евгения стрелецкая здесь на доске нарисовала это ровно вот про этот процесс который с вами делает терапевт и когда потом какая-то женщина вдруг включит этот режим по отношению к вам вот так осознанно возьмет и включит этот рычаг эмпатия он и вы увидите что этот режим включен и четко поймете что о любви здесь речи не идет речь идет о технике которой кто-то ее однажды научил или она сама научилась а учитывая то что я говорил в ролике про иммунную реакцию на женский комплимент в нашем мире было бы правильнее несколько напрячься подумать почему это человек вдруг по отношению к вам включил такой профессиональный режим эмпатии что-то тут не то скорее всего есть какой-то вестит интерес вы не состоите с ней в отношении клиент пациент с чего бы вдруг и возможно печальный ответ будет том что один из ответов в том что она решила что таким образом она проявляет по отношению к вам любовь и это должно вас зацепить и расположить понятно что толком определение любви не существует чтобы там в курсе психотерапии не говорили это культурное понятие и его нагрузка она меняется в зависимости от общества от времени там от массы других обстоятельств есть масса цитат масса всяких произведений на которые любят ссылаться до иллюстрации что же такое любовь я тоже сошлюсь в конце этого ролика а я уже к нему подошел и оставляю ссылку на народную песню ирландскую и не буду вставлять ее на свой канал я просто вставлю подстрочник сюда в описании или в первый комментарий а послушать ее с английским текстом вы можете по ссылке в качестве пост скриптом у меня только что пришла мысль думаю чем бы это проиллюстрировать это состояние где видна разница между эмпатией и любовью и по-моему гениальная совершенно иллюстрация это поведение жены в шоу трумана фильм шоу трумана отношения которые показаны как она к нему относится большую часть времени она весьма неплохо и так сказать профессионально демонстрирует эмпатию профессиональный эмпат буквально она этим зарабатывает на жизнь но как и прорывает трумана собственно в момент когда у него так сказать такое прозрение открывается духовное стрессом состоянии он задает и гениальный вопрос он говорит зачем ты хочешь от меня ребенка ты же меня не выносишь то есть он своим внутренним зрением видит что вся это вот искать весь этот фасад того что она улыбается того что она к нему расположена того что она там все делает доме все это просто шоу хоть он еще не понимает всего смысла этого шоу не понимает почему она это делать зачем то есть он понимает что какая-то за этим скрыта должна быть причина и он задает этот вопрос и как вы помните фильме этот вопрос выводит жену из себя то есть она как раз теряет эти самые границы и выходит из этого режима эмпатии переходит на эмоциональный режим и пугается и становится страшно потому что он ее увидел насквозь он не до конца понял что за этим всем скрывается но то что он увидел насквозь он увидел она испугалась у нее были причина испугаться. Так что да, подводя черту, хотите прочувствовать разницу между эмпатией и любовью? Пересмотрите шоу Трумэна. Всем пока, удачи, я разберу тот оригинальный ролик до конца и скоро. Счастливо! Счастливо!